Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Самураев 2 звезды я забираю, но по-моему меня сбросили, если я не ошибаюсь, и это, да ребята, до одной звезды в Лиге Самураев. Поэтому сегодня надо будет обратно подниматься, но это будет не так все просто и легко, как хотелось бы. Так, давайте посмотрим, что нам тут выпадет, я так понял, да, 5 долларов и все, никакой ДНК не подбросили мне. Ладно, забираем здесь с вами Ревард, пойдемте, наверное, найдем дальше ДНК на Крипа, где он у нас тут находится-то, 88, да, остается всего лишь 12 штучек найти и все, ребята, и мы его сможем прапать. Так, балалайку нам здесь показали, как обычно, так, одна ДНК найдена, давай вторую, ху-ху-ху, все в своем репертуаре, ничего нам здесь не дадут. Так, две ДНК, да, получается три, и это, наверное, последняя. Да, три ДНК из шести попыток, но это, ребята, вообще ни о чем. Ладно, ничего не поделаешь, так, у нас нигде нету дублей. Давайте-ка глянем по-быстренькому, нету, а, погоди-ка, погоди-ка, на Эйприл есть. Давай обменяем. И все, по-моему, да? Хорошо, давайте посмотрим теперь, что у нас по скиллам. У Майки мы что-нибудь можем с вами? Так, если мы хотим с вами Ярость Нунчаков, но нам придется здесь постараться, на самом деле. Ладушки, давай-ка я гляну, может быть, кого-нибудь другого, например, Железная Голова. Что у тебя здесь по навыкам? Кстати, можно было бы неплохо прокачать вот эту вот ракетную атаку, но для этого нам нужно еще найти 13 кружек. Ладно, была-не была, пойдемте искать. Так, одну кружку я уже нашел, но, конечно же, у нас, ребята, наверное, не хватит на все это пиццы. Так, две кружки, три, ну, по крайней мере, они выпадают очень хорошо. Так, здесь нам ничего не дали. Ага, четыре, а нужно на сколько? Двенадцать, е-м-е-м, да нет, конечно, не хватит. Тем более, сами видите, восемь, по восемь пицц мы тратим за одну попытку. Конечно, мне жалко, что мы тратим еще с вами те самые телепорты, которые нам очень сильно нужны. Вот и все, пицца кончилась у нас на этом. Значит, сколько нам? Ёлки-пох, я уж пушанулся, думал, что такое вот сюда. Да, ребята, нам нужно еще шесть, шесть кружек найти. Ладно, я думаю, в следующей серии, наверное, найдем. Так, ну, что? А, ревард надо забрать. Давайте заберем. Так, поднять уровень персонажа у нас сколько там с вами? ДНК. Пятнадцать тысяч, да? Я, наверное, смогу Бакстеру как раз то, что нужно. Замечательно, 72 уровень. И мы, ребят, с вами пойдем начнем, наверное, с ареночки, да? А потом пойдем на ежедневное испытание. Так, ну, что у нас тут? Ранг восьмой. То есть, ну, буквально сейчас я сразу поднимусь в Лигу Самураев. Две звезды, да? Получается так. И как раз здесь противнички довольно-таки слабенькие, вяленькие. 44 уровень тут максимальный. Как раз мне подстать. А, кстати, мы можем, знаете, как сделать, ребят? Помните нашу раннюю стратегию, да? Этой игры? Мы просто брали с вами малышей и брали нашего Леонарда. И просто за счет Леонарда мы пробивались очень высоко, как говорится, по рангу. Но дело в том, что нам придется, конечно же, откаты тратить. Не хочется, я не спорю, но надоело мне уже где-то тут все время шоркаться как-то в низинах. Давайте уже поднимемся, в конце концов, раз и навсегда. И будем там сидеть до посинения. Так, ну что же, в Самураи две звезды мы с вами попадаем. Позиция у нас 83-я. Так что давайте дальше продолжать. Смотрите, тем более здесь такие ватные персонажи. Диана. Ну, давай Диану возьмем. Так, я предполагаю, намерен взять вот этих вот. И опять же вернуть в бой Леонарда. Да-да, за счет него мы с вами хоть как-то здесь поднимемся. Я надеюсь, успеем мы с вами, наверное, в Лигу Самураев 3 звезды, а может быть даже и в Сегун забраться. Так, проверим сейчас. Главное, чтобы они все падали. Потому что если хоть кто-нибудь из них выживет, с одного удара будут ложить моих бойцов. Потому что они слабенькие, вяленькие. Ну и сами понимаете, да. Одного удара достаточно, чтобы там тот же самый Микеланджело упал. Ну что же, 58-я позиция. Да, я чувствую, все будет у нас хорошо. Так, у нас до сих пор еще дают бойцов из серебра. Будем брать, наверное, с вами Мори. Француженка или чё-то там такое, короче, ребят. Неважно. Короче, Мори. И берем... Так, погоди-ка, Мондагека. К север, Пицелиций. Так, Мотагеноид. И опять же, опять же, конечно же, я возвращаю Леонарда. Хоть и 40-е уровни, но, ребят, не будем рисковать. Уже будем брать 45-ых. Господи, какая ты плюшечка, а. Давай, накажем плюшку, короче. Тыч. Да, все пока у нас хорошо получается. Мы с вами с одной вертушки валим практически весь вражеский отряд. И я думаю, что это будет еще длиться где-то боя 2-3. А потом уже все. Как только мы попадем в Самурай 3 звезды, все кардинально изменится. Так. Воу. Так, серебро здесь есть. А тут вот, смотрите, ребята, бронза. Но я лучше возьму где 3 серебряных персонажа, чем 1 бронзовый. Бронзовый. Думаю, так будет эффективнее. Давай, возвратим Лео. И раз, два. Я думаю, что, наверное, этот, ребята, будет у нас последний бой. С участием Леонарда, я имею в виду. Потому что дальше будем своими силами проходить. И я думаю, что у нас будет это все нормально, удачно получаться. Так, делаем вертушечку от Лео. И, наверное, да, как всегда, Лео поражает всех своих врагов, всех противников, и они падают. Ну и все. Я думаю, что пора ему, наверное, отдохнуть, а нам, ребят, с вами поиграть. Уже своими руками, как говорится, без помощи Леонарда. Как раз перейдем на Лигу Савураев 3 звезды. Так. Смотрите. У нас есть Деннис. У которого два бронзовых персонажа. Вячеслав. И, опять же, Денис. 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 Я, наверное, буду брать... А, секундочку. Тут загвоздка, ребята, в кубках. Здесь 17, да? Если выжил персонаж. А если здесь, то 18. Соответственно, у нас 5 персонажей. Кубков будет много. Тогда я возьму, наверное, вот этого Дениса. Да, будем брать Дениса. Так, Крис, вернись. Значит, 45-й здесь уровень у него. Ну, что я могу сказать? Я возьму здесь Усаги. 45-й, да? Я возьму Шредера. Так. Я возьму... Погодите секунду. Кого тут еще можно нам взять? Эйприл, конечно, хотелось бы взять. Но давай я возьму Муху. Это уже как для подстраховки. У нас 2 хила будет с вами. Также возьму Армагона и нейтрализатора. Слушай, я думаю, что вот этой командой мы должны здесь зарулить. Тем более у нас с вами Усаги и он делает защиту. Дополнительную, не забываем. Так. Ага. Тут и такой есть, и такой. Блин. Что то, что этот. Они оба противные. Ну, давай, Усаги. Делай допс-защиту. Может быть, на кого-то еще и контратак повесишь. Хотелось бы, конечно... Ох ты, ох ты. На всех, ребята, повесил. Ты прикинь? Вот это я называю круто. Вот это Усаги постарался. Ну, что ж. Давай тогда попробуем еще суперудар от Шредера. Никто не упал. Ну, вот это ты зря, парень. Это ты зря сделал. Так. Ну, естественно, естественно. Захиливает себя Леонардо и свою команду. Так. А вот это, вот это я боялся, ребята. На самом деле, я вот этого боялся. Очень мощный удар. Но ему конец. Вы понимаете, да? Что сейчас каждый сделает по удару и все, его распишет. Так. Дальше бомбим нейтрализатором. Да ты посмотри, какие живучие, а. Ну, что ты. Вот зря ты... А. Я думал, что он будет вызывать этот дрон. Ну, тогда Рафику конец, ребят. Расписали, да? Ну, что же. Я думаю, да даже и лечиться не буду. Будем просто с вами добивать. Лео минус и Донателло тоже минус. Ну, что же. Неплохо. Ну, Усаги, конечно, молодец. Постарался на славу. Он повесил на всех контратаку. Мне это круто. На самом деле. Ты прикинь, да? Они делали массовый удар и потом за это получали. Ну, что же. И мы с вами перешли в Самурай 3 звезды, ребята. 84-я позиция. То есть, я не знаю, до Сёгуна мы дойдем сегодня или нет. Конечно, хотелось бы. Но там уже будет вида. И возьмем мы, наверное, с вами... Я хотел с Николаем подраться. Но придется, наверное, брать Вячеслава. Да. Придется, наверное, с ним бороться. Так. Так, у него тут 46-й, я смотрю, максимальный уровень. Я, наверное, сделаю как? Черт, у него тут 5-звездочные. А? Нет, 4-звездочные. Что-то как-то... Как-то страхово, если честно. Ладно, давай возьмем. Так, Хана возьму сюда. Крысиного короля. Ну, я не знаю, ребят. Ну, ватный этот король крысиный. Я вам серьезно говорю. Можно, конечно, отыграть через Змейка Вьюна. Через Змейка Вьюна отыграть. Так, у него хил только Лео получается, да? Хорошо, ладно. Давай тогда... Слэша взять, что ли? Слэша. Трехзвездочный. Ладно, я возьму Слэша. Слушай, я очень рискую. Хотя команда вроде бы такая нехилая. В общем, в первую очередь мне нужно здесь... Убрать вот этих вот кроликов. Я просто не хочу, чтобы они применяли свою массовую атаку. Так же, как, в принципе, и Карайка. Так, началось, да? Началось. Ладно, давай-ка стрельнем. Так, надо все равно, ребята, их уничтожать. Я так это просто не оставлю. Отлично. Так, давай вот таким ударом. Воу, Карайка упала. Слушай, давай тогда попробуем добить Леонарда. Слэш, не подведи, пожалуйста. Малорик. Ну, что же. Так, этот у нас, естественно, на критуху ставит. Нет, а мы попробуем сейчас. Вряд ли, конечно, мы пробьем, но попытаемся. Ну-ка. Ай, чуть-чуть не хватило буквально, да, нам добить? Зря, зря ты, конечно, укрепляешь команду, парень. Уже поздно свои вертушки тут делать. Шархан добивает, и, наверное, мы сейчас добьем с вами Дони. Нет, мы промахнулись. Так, ну-ка, давай вот так попробуем. Отличненько. Слушай, ну, хорошо. Жалко, конечно, что отыграли очень мало у нас слабеньких персонажей. Буквально только кто Хан, да, и Слэш. Хан, Слэш. Ну, остальные, в принципе, сами за себя могли бы постоять здесь. Ничего страшного бы не произошло. Но это еще не все. У нас, ребята, дальше продолжается эпопея. Так, мы выбираем здесь с вами. Я бы хотел, наверное... Слушай, по идее, надо драться с Майком. По идее. Но тут уже полтинники, тут уже опасно. Тут еще пока есть и, как говорится, серебряные бойцы. Поэтому давайте я возьму все-таки Александра. Будем сейчас с ним драться. И мне надо, конечно, отыгрывать своих персонажей. Я возьму Майки, я возьму Леонардо. Придется мне брать Рокстеди. Так, этот у нас Рокстеди. Таунт. Этот у нас с огнеметом, да? Хила нету. Черт подери. Ну, давай тогда, наверное, мы сюда возьмем в придачу Зека, может быть. Нет, я возьму Бакстера Стокмана. Кстати, у него тоже довольно неплохая команда. Особенно то, что у него есть Донателло. Блин, я могу... Ребята, наверное, здесь сфейлиться. Давайте-ка мы все-таки возьмем здесь Рокзара. Это будет для подстраховки. Ну что же. Сейчас мы будем с вами вставать в провокацию. Это в первую очередь. Так, отлично. Так, ну, теперь будем массовыми ударами бомбить. Ну, естественно, конечно, это не прокачанный у нас скилл. Поэтому особо многого здесь ожидать не приходится. А вот волна от Бакстера Стокмана. Это имба, ребята. Так, ну что, Донни труп. Я вам сразу говорю. Нам только лишь добить. Ага. Все. Отлично, ребята. Да? Рок стади нам надо было добить. Я просто думал, что если он выживет, ну, как бы Донни упадет. Потом он может что-то сделать. Но, как видите, ничего не получилось у него. Ладно, ребята, мы с вами продвигаемся дальше. Я надеюсь, да, 42-я позиция. Слушай, а мы с вами сегодня все угодно уж точно попадем. Я уже это просто предвижу. И будем брать, может быть, Гаррета взять. Или Эвана. Они абсолютно все одинаковые по кубкам, да, и по бонусам. Поэтому давай, наверное, возьмем Гаррета. Потому что у него очень много сельдинных бойцов. И уровень, причем подходящий. 46-й. Так, хорошо. Я отыграю, короче, наверное, вот этого Рок стади. Возьму Лису. Возьму Лео Майки. И возьмем кого-нибудь с вами постарше. Это может быть... Ну, Железноголовый, в принципе, сгодится, я думаю, да? Для подстраховки. Я не говорю, что у него по инициативе очень все круто. Потому что он будет там ходить чуть ли не последним, наверное. Так, Лисичка, да? Ну, начнем, пожалуй, мы, наверное, с караечки. Ой, как слабо мы бьем. Ой-ой-ой-ой-ой. Укрепляет команду. Это на самом начале. Это плохо, ребят. Это очень плохо. Давай, наверное, бомб... Слушай, или бомбануть. Я бомбаную. Я рискну. Я хочу... Я хотел в провокацию встать. Ух-ух-ух-ух. Ну-ка, Майки, не подведи. Плиз. Отлично. Потому что, если бы он не попал бы, да? Например, промазал бы по большинству. Сейчас бы тут началось бы. Они хоть на два уровня и повыше меня. Ну, расколбас пошел бы конкретный. Поэтому Майки отлично сыграл. Все, он попал в свои массовые атаки. И все враги упали у нас. Так, ну что у нас тут? Ярес. Или кто это такой? Юрец. Федерико и Синдирмуза. Прям как этот Синдирмуза. Индия. Так, ну я не знаю. Давай, наверное, возьмем с вами... Так, 48-й, 47-й, 40-й... Вот эти вот команды практически одинаковые. Но здесь будет... Блин. Придется брать, наверное, у меня Федерико. Да? Да, ребят, я возьму Федерико и будем сейчас с ним разбираться. Так, ну что, берем карайку. Карайку-змею. Возьму я сюда паукуса и... И кого? Черт, опасно это все, конечно. Очень опасно. Давай, наверное, возьмем такую вот Эйприлу. И... Давай, наверное, возьмем Кунаичи. Блин, рискуем, рискуем, елки-палки. Я вот... У меня какое-то сомнение все время, да? Сейчас только начнут Кунаичи бить и все, ребята, ей хана. Так, ну мы постараемся их опередить. Так, ну неплохо, неплохо, я вам скажу. Так, давай-ка теперь крик. Ага. Паукус. Надеюсь, ты меня не подведешь. Ну-ка. Найс. Так, ну что же, добьешь ты у меня Эйприл? Попробуй, пожалуйста. Четенько. Блин, я, честно говоря, переживал за Эйприл Кунаичи. Я думал, что... Есть ли хоть кто-нибудь вырвется из них? Два удара, и она у нас упадет. Ну, а так, ребята, я вас поздравляю и себя тоже. Мы перешли в Сегун. Одна звезда. Это для меня уже прям какое-то достижение, ребят. Раньше это было расплюнуть, да, перейти мне в Сегуны. А теперь так тяжело, так мало того, что перейти. Надо там еще и задержаться, сохраниться на этих постах. Ладно, берем, ребят, с вами вот этих вот трех чувачков наших. Возьму, наверное... Нет, Кирби пока пускай отдохнет. Вот возьму Ваньку. И возьму, наверное, сюда Микеланджело. Была, как говорится, не была. У нас еще с вами, ребят, где-то один бой предстоит. Потому что на два боя не хватит героев у меня. Ну что же, делаем, конечно же, с вами танцульку, танцпол на уклонение. Так, это в первую очередь идет. А зачем ты делаешь, Пит? Господи, ты за... Зачем он, ребята, отхилялся, если у него все бойцы были здоровенькими? Не знаю, тупанул, наверное. Так, ну что, давайте, наверное, поставим с вами Крит. А зачем я это делаю, если у нас и так он висел? Вот, господи. Так, у них у всех, смотрите, ребята, меткость. Меткость повышенная. Вот это мне не очень нравится. Давай-ка еще что-нибудь сделаем. Какой-нибудь баф на всех повесим. И крысы. Давай, 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 ребята. Да ладно, никто не упал. Да... Ну-ка, надо Пита убрать отсюда. Потому что я боюсь, что он подхиляет. А он уже использовал, да, свой хил? Ладно, фиг с ним. Ты смотри-ка, попал, попал. Ну, я не знаю, может быть, не надо нам пока хиляться? Или я пожалею об этом потом? Так, кто у нас будет сейчас ходить? Будет ходить вот этот Микеланджело, да? Попробуем, ребята, накатить его суперударом. Сомневаюсь. А, нет, получилось, ребят, получилось. Так, в провокацию, может быть, взять нам этого? Давайте, наверное, в провокацию я его возьму. Пускай стоит. И бомбанем. Сейчас бомбану я, наверное, вот сюда. По Рокстыде. Ага. Не добили. Давай так сделаем. Оп. Ну и все, ребята. Этот у нас там стоит. Типа в инвизии его не видно. Но на самом деле... Ну, так как он остался один, он, конечно же, становится видимым. Ну что же. Прошли. Довольно неплохо. Посмотрим, какую нам, ребят, позицию сейчас подкинут. Угу. А, 77-ю. В принципе, неплохо. 77-я мне устраивает. Так, смотрите, ребята. Еще есть до сих пор серебряные бойцы. Смотрите, вот здесь вот два 49-ых. Ага. А тут... Слушай-ка, вот это оптимально, да? Станцуй. Или станцию. Короче, не имеет значения. Давай-ка, наверное, мы его будем разбирать. У нас хоть персонажей-то хватит для этого боя. Слушай, ребята, одного героя не хватает. Да я не буду делать, как говорится, откат по героям. Потому что и так у меня 31 всего откатик остался. А нам еще играть-играть. Я пойду четырьмя. Ну, вы сами понимаете, что здесь можно бояться только за Кирби. Потому что он уже ватный 51-й уровень. Но я думаю, что до него не дойдет очередь. Потому что мы сейчас всех их тут просто разберем. Давай, наверное, Леонардо подчикаем. Подчикаем. Замечательно. Так, теперь... Слушай, я встану в провокацию на всякий случай. Я не хочу, чтобы у нас и так тут мало. Если еще и Кирби потеряем, то очень мало будет бонусов. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. В кого ты? Ладно, обдуплился. Так, добиваем. И бибопа сейчас мы тоже, ребят, с вами добьем. Да, отлично. Ну что же, с аренкой на сегодня у нас все закончено. И мы, ребят, переходим с вами на испытания. Конечно же, ежедневные. Сейчас посмотрим только, куда нас кинут. Дайте полтинник, пожалуйста. Полтинник. Нет, 59-е место. Ладно. Тоже неплохо, ребята. Так, и переходим на испытания. Так, начнем мы, наверное, с вами сегодня с космических странностей. Я думаю, что вот это попробуем пройти. И все зависит от того, каких нам персонажей дадут. И дают нам просто опупенных героев. Ребят, ну вы сами посмотрите. Вся элитка у меня здесь. Ну, здесь можно вот так вот, конечно, сделать. Но я все-таки возьму, наверное, зэка сюда. Или нет. Или давайте возьмем... Черт, я не знаю, что лучше. Ну, мне Бакстер Стокман больше нравится, чем зэк. Я имею в виду в плане того, что у него очень много массовых атак. У зэка только одна атака. Да и пока, в принципе, нам и переживать нечего. Там сколько боев в 6-7 надо будет провести, пока мы дойдем до нашего уровня. Ну что, ребят, я думаю, что вот такой командой мы с вами начнем, да? Ну, а дальше будет видно. Так, ну что. Тут у нас три волны. Я, ребята, естественно, ставлю на автобой. Я тут заморачиваться не собираюсь. Они все, как говорится, сделаются за меня. Так, пошли на вторую. Кстати, вот это вот, наверное, можно вырезать, да? Самые начальные бои. Хотя многие сказали, оставляй как есть. Ну, раз оставляй как есть, так и будет. И пускай будет. Я думаю, что ребятам нетрудно будет, да? Перемотать ползунок на видео, да? И остановиться на нужном им моменте. Думаю, не составит никакого труда абсолютно. Так, ну что. Ну, сами понимаете, первый эпизод, естественно, легкий. Мы его прошли на одном дыхании. Тут противники были десятого уровня. Кстати, второй, третий, четвертый также будет на одном дыхании пройдено. Мы получаем с вами ДНК на Джастина. Следующая ДНК идет у нас на Бакстера Стокмана. Ну, Бакстер Стокмана у нас прокачан полностью, поэтому, естественно, все эти ДНК пойдут на утилизацию, обмениваться на наши сюрикены, да? Кстати, а на самом деле, где мы с вами вообще находимся? Космические странности. Мы ходим по каким-то непонятно странным платформам в космосе, судя по всему, да? Наверное, это родная, я не знаю, планета или место Крэнга, может быть? Он же откуда-то появился все-таки, да? Из какой-то вселенной. Стопудово он не наш местный паренек, так скажем. Ну что, на три звезды, как и полагается, мы с вами сейчас получаем ДНК на Бакстера Стокмана. И посмотрим, следующая ДНК на кого у нас будет. Следующая ДНК идет на нейтрализатора, а потом, кстати, идет на Рафаэля Космос. Кстати, вот Рафаэль, Лео, Майки и Дони Космос, это уже хорошо. Они мне нужны, я бы их с удовольствием прокачал бы. Так, погнали. Так, какой тут уже уровень-то у нас? А, пока тридцатый, да? Следующий будет сороковой, потом пятидесятый. И, слушай, интересно, а у нас получится сегодня пройти вообще полностью эту ветку? Ты прикинь, если получится. То есть, мы с вами получим всех черепашек, а в конце, если я не ошибаюсь, будет Армагон. Да, самый последний. Я ведь ничего не путаю. По-моему, я ничего не путаю, и все так и должно быть. Единственное, что хватит ли у нас с вами сыра. Смотрите, самое интересное, да? Да, сейчас стоял у нас Бакстер Стокман, тридцать пятого уровня. Его бил Микеланджело, семь седьмого уровня. Вы видели, сколько он отнял у него здоровья? Просто смешно. Я не понимаю, почему он такой слабый. Может быть, даже его стоит заменить. Но пока не будем. Пока не будем. Но в перспективе на будущее, может быть, нам придется его убрать. И взять того же самого зэка. Так, ну что, сороковые уровни. Опять же, ребят, я не буду здесь долго церемониться. Естественно, все это на автобое. Сейчас мы их разберем. Отлично. Тут уже четыре волны. Ну, в принципе, не имеет значения, ребят, сколько здесь волн. Потому что они все ватные. Они все ватные, они падают с одного удара. Даже Майки тут постарался. Молодец. И переходим на третью волну. Ага, вот здесь уже, да. Лео Космос, Раф Космос. И Джастин с какого-то перепуга здесь затесался. Затесался. На. Ух ты, не пробил. Ладно, смотрим дальше. Так. Да ладно, ты не попадешь. У нас уклонение на всех стоит. Господи, тем более у нас уровень какой. Вам просто вообще не дано по нам здесь попадать. Отлично. Так, а что у нас тут, я не понял. А, тут еще и два этих Ахламона будут. Два Голема. Ёп, РСТ. А я и забыл про них. Ну, ладно. Этих-то мы с вами расщикрыжим. Тут никаких проблем в принципе нет. Они какого-то там, 45-го уровня будут, да. А вот дальше-то будет посложнее. Потому что один из них, как сказать-то, лавовый, да. А другой у нас электрический. Бам. Ну, естественно, тут он будет промахиваться. Слушай, не знаю. Тогда я немножко сомневаюсь, что мы сможем пройти эту ветку. Хотя, кто его знает. По-моему, последние... Вот эти два Голема последних будут на последнем эпизоде очень и очень жесткие. Я, по-моему, помню, электрический с одного удара ложил мою команду. Да, у нас будет на восьмом эпизоде Армагон. Я даже боюсь представить. Там, наверное, будут 80-85 уровни. Вряд ли потянем. Но пока идем, ребят. Пока идем. Эпизод пятый. Уже 55-е уровни. Поехали. 55-е уровни. Опять же, пока я не волнуюсь, ребята. Играем на автобое. Все тут у нас это проходимо. Без моей помощи. Там потом 60-е уровни будут. Опять же, на автобое пойдем. А вот уже, когда к 70-м уровням подойдем, тогда, ребята, уже, да, конечно, придется мне подключаться к игре. Если не хотим здесь падать. Причем не забывайте, что если мы эти эпизоды с вами проходим на 3 звезды, мы потом можем фармить определенных персонажей, если такие будут там. Так, ну что. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы было испытание, ну вот, на Армагона, да, и на Сплинтера. Потому что на Сплинтера нам не хватает, там, по-моему, 2 ДНК, чтобы нам его открыть. Прокачать хочется просто-напросто, да, Мастера Сплинтера, чтобы у нас была команда великолепных, так скажем, да, прикинь. 4 черепашки, да, и Сплинтер во главе. Так, а тут у нас уже Армагошенька появился, да. Я надеюсь, он не будет тут своими массовыми атаками бомбить. А массовая атака у него, ребята, насколько я помню, это астероид он бросает. Так, да ладно, что ты делаешь? Вот развук этот, да. Это повышение на атаку у него идет, да, получается. Ну, как вы понимаете, это его не спасло. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше, и мы зарабатываем ДНК на Леонардо Космос, а далее у нас идет Майки, да, Микеланджело Космос. Поехали. Так, 65-е уровни. Я, опять же, вам говорю, что здесь, наверное, все-таки автобой зарулит. Опять же, 4 волны. Ничего не должно быть здесь страшного. Хотя, 60-й уровень, это уже тебе не 40-й. То есть, Микеланджело может пострадать. Да даже не только Майки, а, в принципе, и Баксер Стокман у нас вообще 72-го уровня. Может быть, вернем Зека с вами, кто его знает. Посмотрим, короче. Тут у нас хорошо, что два хила есть, да. Первый это Леонардо, второй это Микеланджело. Причем у Майки я хил прокачал, ну, до предпоследней формы. По-моему, шестой у него, да. Шестая ступень. Так что хорошо он будет захиливать. Ну, а у Леонардо уже давно-давно уже хилка прокачана. Так, ну что, тут у нас четвертая волна. Точнее, третья волна из четырех. Мы сейчас с ними быстренько разберемся. Так, что ты? Ага, вот так ты решил. Ладно. Воу-воу-воу. На железную голову, а? Покусился. Так, ребята, я встал в провокацию зря. Опять у меня что-то с голосом. Простываю, что ли, не пойму я. Так, ну ладно, в принципе, неплохо. Делает он танец этот, ребята. И уклонение. Вы сами понимаете, что мы сейчас будем здесь делать под уклонением. Во-первых, они вряд ли будут по мне попадать. Это раз. Ну-ка. Видите, мимо. О-о-о, а это что такое? Ого, это что-то новенькое, ребята. Я такого раньше не видел. У Леонарда космос. Это, видимо, его ульта была только что. Так, Раф. Вот, 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 вот астероид бросает. Бумс. Ну, хорошо так припечатал на самом деле. Так, поджег. Жалко, постепенный урон не повесили. Слушай, ну смотри, 65 уровень уже как-то тяжело. Он нам дается. Даже Рафик, вон, по чуть-чуть отнимает хпшки. Тут вообще промазал. Воу, воу, воу. И смотри, главное, на Рафаэле сколько антибафов там висело. Вы видели. Ну, сейчас-то все это исчезло, конечно. Так, вот зачем ты это делаешь? Вызвал маузеров для чего... Воу, тихо, это что такое? Это ульта у Майки Космоса? Прикольно. Мне понравилось, как это выглядело. Ну что, ребята, победа на 3 звезды. Все отлично. И мы с вами переходим на следующий эпизод. Вот тут уже начинаются, конечно, сложности. Так, Микеланджело Космос. А остается только Донателло, да, нам еще? Донателло и Армагон. Если я не ошибаюсь, мы с вами максимально доходили до Донателло. Потому что, вот, ребята, опять эти два брата-акробата 75-го уровня. Я не знаю, может быть, нам все-таки вот так сделать? Или как, я не знаю. Или оставить Бакстер Стокмана, а? Как вы думаете? Ой, ладно, я оставлю. Я попробую так пройти. У нас тут 5 волн будет. Ну, это все сосунки, ребята, для нас. Я не буду пока тратить уклонение. Без него, я думаю, здесь пока справимся. Так, хорош. По единичке отнимаем, да? Ладно. Бумс. А вот это уже посерьезнее. Так, ну, тем не менее, все равно мы их сейчас, ребята, разберем. Минус маленький крэнк. Бомбить я пока не буду. Будем просто с вами добивать их. Так, давай вот этого вот уже шлепнем. Ага. Не добили, а вот так вот. Молодец. Так, и пронзающий удар. На! Так, вторая волна. И смотрим, кто у нас здесь. Ага, здесь эти стрелки, да? Стрелки. Ладно, хорошо. Мы... Давай сделаем так, ребят. Сделаем ярость рафа. Это мы усиливаем себе атаку, чтобы как можно быстрее их разобрать. Минус один. Так, можно, в принципе, использовать. Давай, наверное, маузеров, ребята, вызовем. Потому что все равно, пока мы дойдем до последней волны, у нас будет откат. Отлично. Сейчас будут бомбить. Сейчас они будут бомбить. Бомбят, причем, массово. Рафик добивает. Этот сейчас что делает? Тоже массово. И, значит, его Рафаэль тоже добьет. Переходим на третью волну и смотрим. Ага, здесь стрелозадые. Хорошо. Я пока не буду, наверное, тратить ни хилку, ни уклонение. Я думаю, здесь никаких проблем вообще не будет. Потому что они сами по себе ватные. Вот именно стрелозадые, они ватные. Так. Хоба, минус. Отлично. Так. Не добил чуть-чуть, да? Ладно, фиг с ним. Ну, куда ты? Куда ты? Куда ты выделаешься, а? Добили. Так, четвертая волна. И здесь уже, наверное, будут... Да, ребята. Черепашки. Ну, что же. А, там же еще будут... Там же еще будет босс у нас. Да, да, да. Там будет, ребята, босс. Я даже не знаю, что и сделать. Уклонение, мне кажется, нам на боссе надо будет, да? Хорошо. Делаем, короче, волну. Ай, как классненько, ребята. Как классненько их поджарило. Слушай, теперь... Я не знаю. Надо делать вертушку, на самом деле. Если мы хотим тут максимально выжить. Все. И постепенный урон, в принципе, их сейчас всех добьет. А я, наверное, сделаю отхил. Надо нам это делать или нет? Или лучше ворот поставить? Все-таки я сделаю, ребята, отхил. Да, и можно сказать, что нафига ты это делаешь? У тебя практически еще много здоровья. Но на всякий случай, потому что здесь, ребята, будут два голема. Я хочу их победить. Сейчас... Надо было, наверное, все-таки лучше уклонение поставить. Вот я сейчас сижу и думаю, надо было уклонение влепить. Ёлки-палки, а не отхиливаться. Ну да. Лопухнул. Ладно, все равно, ребята. Давайте делать. В общем... Давай попробуем вначале вот с этого вот. С лавового голема. Вставить в провокацию. Ладно, я встану в провокацию. Я знаю, что у них есть массовые атаки. Я это прекрасно знаю, ребята. Так. Давай бомбанем. Упадет он? Нет? Ать! Не упал. Тихо-тихо-тихо, ребята. Тихо. Еще есть. Ага, минус один. Так, сейчас будет что-то такое. Шок-вейв, да? Ну вот об этом я вам и говорил. Вы видите, да? Сколько, ребята, он здоровицы отнял. Так, скажем, давай-ка я сделаю, наверное, на уклонение. Может быть, это как-то нас спасет. Ага. Хорошо, ребята. Оу. Попробуем. Да, я все-таки... Лучше я отхилюсь. Лучше я отхилюсь. Ребята. А теперь попробуем добить его. Ну. Есть. Ну, вы сами видели, да? Что такое шок-вейв? Это вот эта вот... Ну. Электрическая волна, которая, в принципе... Будь у меня немножко поменьше здоровья, упали бы как минимум два или три бойца. Ну что же. Конечно, мы идем сюда на восьмой эпизод. Я... Ребят... Ой. Ой. Восемьдесят пятый уровень. Ух-ух-ух-ух. Слушай, ну это... Причем они все в платиновом ранге. Да. Да, тут ничего не скажешь. Но я попробую все равно, ребят. Я хочу попробовать. Может быть, я и не пройду вообще именно вот этот эпизод. Но хочу посмотреть, докуда я смогу добраться. Ты представляешь, восемьдесят пятый уровень голема. Он на семьдесят пятом бомбил. Да, этой волной. Тут даже если мы с вами дойдем до туда... Ой. Как же нам будет там не сладко, если честно. Зачем я сделанно под... Контратаку-то подставил, майки. Давай мы того, наверное, крысеныша с вами убьем. Отлично. Так, теперь... Теперь вот этого, наверное, пробить надо. Ать, не вышло. Так, что бомбить? Ну, давай бомбанем. Фиг с ним. Все равно там, ребята, откат будет у нас. Все восстановится, короче, к тому времени. Пока мы дойдем до боссов, я имею в виду. Опа-на. Понижение защиты мне повесил, а? Хмыреныш. Так, ну здесь мутированные белки. В принципе, ничего страшного нету. Ребят, просто разбираем их. С белками, вы сами понимаете, уже не в первый раз мы сталкиваемся. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем ярость. Рафа, ну, немножко усилим свою команду, так сказать, на атаку. И пока хиляться я не буду. Не стоит. Хотя, уже, уже, ребята. Опа. Да ладно! У меня нет слов. Ребята, у меня нет слов на железноголового вот сейчас, в данный момент. Это что такое было? Ну, естественно, я без него уже куда? Как без рук. Офигеть. Это у меня минус провокатор. Это во-первых, да? Во-вторых, минус массовая атака. Зашибись. Минус, постепенный урон на поджог, если что. Хе. Да. С трех ударов его просто разнесли. Вот, честно говоря, ни за что бы не подумал бы. Железную голову вот так вот быстро подчикрыжили. Не буду, ребят, я здесь ставить уклонение. Не хочу. Четыре разозлился, на самом деле. Так, давай будем просто бомбить массовой атакой. Посмотрим, как мы отнимем. Так, ну, пол-ХП отняли. Я не буду применять здесь маузеров. Они мне пригодятся. Ага. Так, молодец, Сарафик. Вы заметили, что Раф на контр-атаке валит намного сильнее, чем... Давай-ка мне еще тут Микеланджело, блин, завалите. Совсем, смотрю, аглоеды припухли. Ребят, если... Че... Че я не понял? Че они тут чудят? Блин. Ой, ребята. Да, Майки, конечно, ты у меня пострадал. Я не знаю, ну... Ну, хилку, ну неохота мне тратить сейчас в данный момент. А я ведь могу пожалеть. Я ведь могу пожалеть. Ребят, четвертая волна. Погнали. Начну я с вертушки. Массовая атака, конечно же. И сейчас начнется. Ну, естественно, они начинают применять свои суперудары. Ого. Вот это он бомбанул. Ладно, ребят, я поставлю Рафа в провокацию. Так. Сразу же... Слушай, ну уклонение пока, я думаю, не стоит делать, да? Наверное, лучше хильнуться. Нет, все-таки... Да ядрянно... Ну, давай, давай, все, хорошо. Хорошо, сделаем на уклонение. Волна. Она хоть... Я хотел сказать, она хоть кого-нибудь заденет. Да, ребята, она задела, но это смех наполняет. Оу, чёрт. Как так-то? Ой, ребята, ну, понимаете, да? Тут уже и так всё ясно, по-моему. Бедный Раф. Да, дрался до последнего. Что это такое? Что это? Ёлки-палки. Слушай, нам везёт, что у меня каким-то чудом срабатывает уклонение. Представляешь? Нам просто вот за счёт этого везёт. Всё. Уклонение не сработало. И минус двоечка сразу же. И остаётся Леонардо, да? Самый старый, самый сильный боец из всех моих существующих ныне. Ну, что он тут один сможет сделать? Я боюсь ничегошеньки. Контратаки у него нет. Уклонение почему-то, ребята, не срабатывает. Но это и понятно, почему он не срабатывает. Всё-таки уровень практически как и у меня, да? 85-й здесь. Причём, насколько... Оу-оу-оу-оу-оу. Ха-ха-ха. Там летит. Причём, не забывайте, что хоть они и 85-го уровня, у них в платиновом ранге прокачаны все скиллы до последнего. До последнего уровня. То есть, они топчики. По-другому не назвать. Я попытался, ребят. Я попытался, но, как видите, у меня ничего не вышло. И к тому же, даже если бы я их прошёл, даже если бы я вот этих прошёл бы, то вот эти два брата меня просто бы расписали здесь. Да. А не хватает нам буквально чуть-чуть. Это где-то, чтобы каждый персонаж у меня, каждый, да? Я имею в виду, вот, Раф должен быть 85-го, Майки 85-го, Железная Голова должна быть 85-го. Конечно же, Бакстер Стокман. Вот в таком порядке мы бы прошли бы их. По-любасику, ребята. Просто порвали бы даже и не поморщились. Но это же нужно прокачивать. Это нужно очень много мутагена иметь. А вы знаете прекрасно, что у меня выбор. Либо прокачивать свою вот эту вот пятёрочку, да, хайф. Либо подтягивать вот этих вот малышей поближе к верхушке. Ну, что это такое ещё? Так что, дорогие мои друзья, наверное, будем закругляться на этой ноте. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть в эту игру. Так что, удачки и до новых ребят видосиков.